Всем привет. 17 апреля сегодня. Видео про пепель двухсемейные. 11 часов дня плюс 31 градус у нас сегодня. Так. Хочу подрасширить. Погода просто. Ну жарко надо, надо пчелку. Вяточек идет. Если не стая, все равно пчелка работает. Потихонечку надо давать ей работу. Потом просто будет некому. Ну начнем с этой семейки. Она послабей. И как раз на видео я показывал как бы первое расширение. Значит здесь у нас две рамочки. Этот корпус я снимаю, ставлю рядом. Делается тут все быстро. Не долго это. Пару-тройку минут. Так. Сейчас как-нибудь чтоб виднее было. Попробую так сделать. Все. Ведем стаместочку. Тряпочком я сюда руки вытирать. Ну посмотрим что здесь. Тут подымал я рамку печатного расплода и изолятор ставил с метком. Тут он уже все блестит. Расход печатный выходит. Вот уже вышел. Это хорошо. Пчелочка добавляться будет. Вот выходит здесь. Здесь напрыск пошел. Так. Ну и тут сейчас глянем что здесь у нас происходит. У этой семейки. Тоже изолятор. Напрыск. И здесь хорошо расплодик выходит тоже. Тоже напрыск хороший. Все. Ну а теперь посмотрим что у нас в самом гнезде. Значит в этой семейке. Вот так вот убираем пленочку. Возьмем геморек. Было бы холодно. Я бы даже сюда и не заглядывал. Погодка пока такая очень теплая. Значит сейчас посмотрим ващинку. Которую тогда я одну вставлял. Вот она ващинка. Сразу смотрю засев. Все. От корки до корки яйцо. И вот она маточка красненькая красавица бегает. Работает на рамке. С этой стороны тоже засев. Все. Аккуратненько. Значит я эту опускаю рамочку. И еще опять печатный расплод. Вот. Поднимаю рамочку. Здесь видно что печатка выходит и заливаю сразу метком. Трутень есть внизу. Пирога. Так. Пока я ее в сторонку. Ну стараюсь пирогой рамку не поднимать наверх. Вот тоже. Мед, пирога. И уже языки тянут снизу. Мед, пирога. Крайняя рамочка. Хотя можно поднимать. Потом расплод выходит. Если не залили метком можно опускать вниз. Так. Здесь тоже черва. Хорошая. И здесь пирога. Пирога. Здесь мисочки. Пустые. Опять трутень есть. Так. Это открытые расплоды. Значит ставлю я под две вощинки. Одну ставлю с краю. К ней ставлю открытый расплод. Здесь потом разновозрастный расплод. Здесь мед, пирога. Там пяточок печатного. И вощинку. Вот таким образом. Решетку ложу. Ну пока я сейчас вот так прикроем. Чтобы не мешаться нам. И сразу переносим во второй корпус. Это медок. Вот так вот. Крутня потом порежу попозже. Расплод выйдет. Все. Наверх пока вощинку не ставлю. У них внизу есть работа. Вот. С одной семейкой разобрались. Смотрим вторую. Заворачиваем. Так. Здесь я тоже вощинку ставил. Ну это семя та же, что вот на видео. Было последнее видео. Все то же самое. Достаем вощинку. Отлично. Вот она маточка. Вот она. Работает. Засев. С этой стороны тоже засев. Так. Аккуратно я ее опускаю. И сразу достает эту крайнюю с печатным расплодом. Смотрю. Вот печатка. Заливает. Все хорошо. Тут уже можно отодвинуть и сразу в улей ставить. Ну и опять же. Эта семья напротив. Все поднимаем наверх. Смотрим еще одну рамочку. Нам надо печатный расплодик. Некоторые советовали поднимать открытый. Но я такого мнения поднимать печатный. Это мое мнение. Большое количество печатного расплода. Проводит к краению. Так. Ну тут тоже печатный медок. Ладно. С медком мы наверное оставим на край. А здесь одну из двух выбрать. Ладно. Вот эту выбираю. Поднимаю наверх тоже. Печатный расплод с медком. И так все опять ставлю. Сюда крайние рамки плащинку. Эти сдвигаем. И еще крайнюю плащинку. Что получается в следующий раз у нас будет обновление гнезда. Можно сказать что стопроцентное. Да. Так. Пленочку. Пленочку я наверное еще оставлю. Но просто я ее сделаю так. Вот так немножко. Середку прикрою где. Вот так вот. Все. Так. Здесь понятно да. Все. Все так же. Следующее расширение там допустим по рамочке поднимем. Вот уже у нас поднялось 8 рамок расплода. Потому что здесь изоляторы. Вот этот и вот этот. Без расплода будем. И все. Все быстро и легко. Вот так. Одна семейка готова. Все. Ну сейчас посмотрим еще одну. Так чуть-чуть. Должна быть посильней. Так. Ну это вот это вот рядом. Глянем еще одну семейку. Так. Для этого я вложу так вот. И вот так вот рядышком раз. Смотрим. Здесь и три рамки. Здесь четыре. Сборная модель. Сборная модель. Пчелки. Хорошо. Так. Ладно. Ну начнем сразу. С этой стороны. Вот так вот раз. Вот. А здесь вощинку я еще не ставил. Вот им тут она как раз нужна. Сразу поднимается у нас рамочка с печаткой. Идеально. Ну я ее пока вот сюда не ставлю. Сюда. Потому что надо найти сначала матку. Так. Разновозрасты расплод. Червяк. Здесь печатка у нас. Крутень. Крутня полно. Тоже печатка неплохая. Так. Ну здесь печатка и торговые рамочки. Должна где-то быть матка. Вот расплод выходит. Матка работает. Тоже хорошая рамка на подъем. Но мы ее оставим. А нет. Тут уже все засеяно даже. Да. А то здесь метком заливает пчелки. Заливает метком. Матка я не вижу. Нашел я маточку. Матка. Значит. Ну здесь какой у нас принцип. Вот пирога. Здесь вощинку ставлю таким образом. Крайнюю и сюда. Вот так. Решетку. А эти две рамочки с расплодом сюда. оставлю. Вот такой печатный расплод. Здесь уже расплод тоже выходит. Вот корпус начинает добавляться. Вот так вот. И вот смотрим эту сторону. Чуть-чуть пчелки подавлены. Бывают такие, что тут вверху расплод выходит. И хорошая рамочка пустая. Ну можно обратно внизу ставить вместо овощинки. Ну это когда не заливает. Когда идет взяточек. Конечно напрыск. Наоборот. Отсюда больше медовых рамок подымает. Так. Это медово-перговая рамочка. Ну я их стараюсь одну хотя бы тут держать. По-любому надо везде. Крайнего. Удей две есть. Так. Расплод выходит. И заливает. Видно, что свежий нехтар. Я вот опять заливает. Вот эта рамочка хорошая будет на подъем. Расплод выходит. И жегтаром заливает. Тоже самое. Смотрим матку. Прям тяжелые рамочки. Тоже залита рамка с одной стороны. Печатка. И открытый расплод. Так. Ну а в этой семейке я так одну рамочку и подыму, в которую я поставил. Расплод выходит. Мельком заливает. Такая вот. Сюда я ее ставлю. Так. И одну рамочку лощинки сюда. пока сюда больше не будем ставить. Все. Значит, решетку тут поставлю на всю пленочку уже положить не буду. Так. Вот здесь можно уже даже убрать заставную. можно и оставить. Здесь одиннадцать рам отходит. Корпус одиннадцать рамочек. Ну пока я оставлю пускай. Потом уберем. Вот так вот. Все. На недельку. Перекур. А там уже скоро акация зацветет. Так что тут все быстро делается. Ничего сложного нету. Никаких заморочек. Потом надо улей будет поставить на веса. Ну все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok